Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. Падение цен на красную икру предсказали на Азово-Черноморском научно-промысловом совете, где обсуждались проблемы рыбоводства и рыболовства. По выращиванию товарной рыбы Ростовская область первая в стране. Наш регион выдает 12% от общего объема. В лидерах мы и по добыче тюльки. А вот запасы хамсы, которые наши рыбаки могли бы выловить, подорваны действиями турецкого флота. 22 тысячи тонн товарной рыбы в год выращивается в нашем регионе. И это лучший показатель по стране. Добыча тюльки и бычков уже седьмой год поддерживается областной программой. Замминистра сельского хозяйства приводит научно-промысловому совету суммы средств, направленных на развитие рыбной отрасли. В этом году была сумма субсидий увеличена с 38 миллионов рублей до 70. А ко второму чтению бюджета на 19 и последующие годы мы эту сумму увеличили до 135 миллионов рублей. Учтя пожелания наших промысловиков, аквакультурщиков и перерабочков. Курирует заседание замруководителя Росрыболовства. Василий Соколов отметил наше лидерство в искусственном разведении рыбы и устойчивые показатели в рыболовстве и переработке. Хотя на пятки уже наступают соседи Кубань и Астрахань. Но это бы еще ничего. Опасения вызывает общая ситуация в Азово-Черноморской зоне. Снижаются запасы хамсы. В 2014-2015 годах во время зимовки хамсы у берегов Абхазии турецкий флот очень сильно повредил запасы. То есть порядка 56-60 тысяч тонн ежегодно вылавливалось. Эти действия турецкого флота привели к тому, что запас был резко подорван. Причем в самый нехороший период, когда обычно не ловили. Совет собрал представителей власти и науки рыбаков и рыбопромышленников Юга России. На повестке и научные подходы к сохранению промысла и новые правила рыболовства. Василий Соколов анонсировал снижение цен на красную икру. Причем заметное до 40%. У лов лососевых в этом году исторический 675 тысяч тонн. Такого не было лет 100. Уже произведено 20 тысяч тонн красной икры и результат еще не окончательный. При среднем ежегодном потреблении в России 13 тысяч тонн. Он начинался как культ-просвет школа. А после слияния с библиотечным техникумом стал культ-просвет училищем. 70-летний юбилей отмечает Ростовский колледж культуры. В 1948-м сюда набрали 60 человек, чтобы сделать из них специалистов клубного дела. Теперь здесь учат по специальностям народное художественное творчество, социально-культурная деятельность, музыкальное звукооператорское мастерство, библиотековедение. Очень-очень нравится наш колледж, потому что это такая некая сборная солянка талантов, творческих людей. Сюда приходят очень талантливые студенты, которые в будущем становятся квалифицированными специалистами. Учатся в колледже три года и в процессе обучения применяют знания на практике. Готовят разные городские праздники. Сейчас занимаются новогодним. Мы готовимся к мероприятию, которое называется «Мне через сердце виден мир для детей-инвалидов». Мы будем для них проводить новогодний праздник, дарить подарки и дарить хорошее настроение. За значительный вклад в проведение чемпионата мира по футболу министр культуры вручил директору колледжа Елене Гуськовой памятную медаль. Студенты стали активными участниками большой культурной программы Мундиале. Эта медаль посвящена всей деятельности колледжа и того, как ребята трудились во время культурной программы чемпионата мира. А во время культурной программы у нас порядка шести тысяч было задействовано артистов и коллективов. Преподавателям Ростовского колледжа культуры вручены благодарственные письма губернатора и грамоты. Зима для рыцаря – время неподходящее. Уже 750 лет, как известно, что лед тяжелым воинам не товарищ. Так что сезон турниров и фестивали завершен. Самое время подлатать доспехи, починить щиты и освоить новые приемы битвы. Этот шлем весит 5400. Имеется скрытая защита лица, чтобы не сильно было больно. Скрытая защита шеи. Несмотря на тяжесть, обзор хороший. Классический стальной русский шлем с кольчужной бармицей для защиты шеи – целиком ручная работа. Впрочем, как и все рыцарское облачение – ватник, доспехи, перчатки, латные ноги, 30-килограммовый наряд. Времен татаро-монгольского ига Андрей Исаев мастерил с коллегами по рыцарскому цеху – участниками военно-исторического клуба «Станица». Это европейский меч. Называется фальшион. Он используется для боев наших средневековых. Он удобен. По сути, это тесак. Русичи использовали более прямые мечи, так называемые, каролинского типа, либо сабли. Испытывают оружие и поддерживают физическую форму сейчас только в спортзале. Одни рыцари обходятся удобными одеждами, другие выходят на бой при полном параде. Чтобы совершить прыжок во времени, нужно всего минут 20 и помощь единомышленников. Сезон фестивалей и турниров закончился вместе с теплом. Теперь до апреля передышка. Надо успеть привести в порядок стальной костюмчик. Колдуют над доспехами в мастерской. Любители старины одновременно и кузнецы, и столеры, и портные. Все максимально достоверно. Прошлое воссоздают по архивным документам, музейным экспонатам и историческим фильмам. У каждого из членов нашего клуба какой-то свой герб, свое животное. Вот, например, мой. Щука. Я люблю рыбалку. Это герб города Рыбник, основанного в 12 веке, в том числе славянами. Израненные щиты – участники многих баталий. Они чаще всего выходят из строя. Сейчас самое время сделать новые. Это заготовка – будущий щит. Несколько листов фанеры склеили, закрепили и оставили на трое суток. Затем из заготовки вырежут щит нужной формы, покрасят, обтянут тканью, и в итоге получится вот такое оборонительное орудие. В клубе «Станица» больше 20 человек. А вообще в области четыре крупных объединения реконструкторов. Встретятся они на поле битвы уже весной. Виктория Щединина, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону. Клуб «Южный Урал Металлург» из Орска, кроме длинного названия, пока выделиться ничем не может. Две победы, 17 поражений и уверенное последнее место в первенстве ВХЛ. Так что первой команде турнира ничего не остается, как отгружать шайбы в сетку. Уже в начале седьмой минуты Щербаков обокрал защитника за воротами и вывел Микинина на расстрел вратаря с пятачка. А через пять минут с того же пятачка забил туник, толкнув шайбу в пустые ворота. Еще в первом периоде соперники один гол отыграли и тут же получили численное преимущество. Но умудрились в большинстве пропустить после двойного броска Щербакова. В начале второго периода Ростов нанес двойной удар с трехминутным интервалом. В большинстве шайбу раскрутили до верного и Медведев поражал пустой угол. А потом Щербаков оформил дубль. Разгром аутсайдера завершил в третьем периоде Микинин. Победа Ростова 6-1. Повторная игра сегодня. Эти 94 снимка показывают, как Сергей Полевец научил фотографировать. Не просто искать виды, а погружать зрителя в кадр. Лауреат международных фотоконкурсов создал свою творческую школу. И уже девять ее выпускников, как и он, стали членами Союза журналистов России. Выставка в Ростове. Доказательства мастерства фотографов. Творческие фотозамыслы можно пытаться воплотить, учась на собственных ошибках. А можно пройти профессиональную подготовку. Сергей Полевец создал школу, чтобы помочь начинающим сделать первые шаги фотографии. Сейчас пришло время создать и творческий союз. А выставки учеников школы, говорит он, обеспечивают профессиональное продвижение фотографа. В мое время существовала традиция, когда каждый фотограф должен был выставляться хотя бы два раза в год, чтобы подтверждать свое его мастерство. Я всегда говорю, что лайки в Инстаграме не заменят по-настоящему фотографии, которые можно подойти, посмотреть, эффект присутствия получить полнейший. Всегда нужно быть на чеку, всегда все видеть, все замечать. И может быть, если очень повезет, в жизни встретится действительно что-то интересное и необычное, и камера будет наготове. Эта фотография сделана во время поездки в Камбоджу на озере Талисап, известная тем, что там есть плавучая деревня, где жители всю свою жизнь проводят на воде, живя в лодках, в хижинах на воде. А это мальчишки местные, таким образом привлекают внимание туристов. Кристина Орлова отобрала для этой выставки всего несколько фотографий своего большого проекта «Грузия в моей душе». Мы объехали с востока на запад. Каждый день мы меняли новые города, села. Было очень увлекательно, было много материала. Я привезла больше пяти тысяч фотографий. Фотографы могут остановить любое мгновение. И кажется, что все так просто. Нужно лишь дождаться момента и нажать на спуск. Это как фотоохота. То есть любой кадр является неожиданностью. И эта фотография называется «За секунду до». Я не стала продолжать за секунду до победы, либо до поражения. Может быть и то, и другое. У каждого свой путь к фотографии как призванию. Я горжусь тем, что я умею. Вот девиз нового творческого союза фото-журналистов. И эта выставка – доказательство того, что ему есть, что показать и чем поделиться. Галина Белоусова, Сергей Вишняков, Дом-24, Ростов-на-Дома. Это все новости к этой минуте. Смотрите следующий выпуск в 15.00. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио». Субтитры создавал DimaTorzok